Что такое подвал любого многоквартирного дома? Ну, по сути, это как сердце, куда артериями стекаются все сети коммунального снабжения. Ну или устанавливают общедомовые приборы учета. Однако люди советской закалки не дадут соврать. Трубы занимают не так много места, а вот все остальное можно приспособить вот под такие деревянные кладовки. Летом здесь можно хранить лыжи, зимой велосипед, привозить урожай с дачи, да и вообще складывать все то, что не влезло на балкон. Однако теперь вот с такими дополнительными камерами хранения придется попрощаться. Правда, владельцы этих кладовок от законодательных новшеств не в восторге. В мэрии парируют, оборудовать подвалы под деревянные постройки нельзя было всегда. Но только с января появилось уточнение о легковоспламеняющихся предметах. Такие случаи у нас были уже, что в подвалах загорались вещи жильцов. И приводило к тому, что у нас было задымление и лестничных леток, и квартир. Были затрудненные эвакуации людей с домов. Мы просим жителей отнестись к пониманию данной проблематики и освободить подвалы. С пониманием еще до введения новых требований отнеслись в соседнем доме от подвала, где есть кладовки. Председатель ТСЖ лично проводил эту работу с жильцами и очень рада, что теперь есть подобный закон. Причем убирали не только из-за угрозы возникновения пожара, но и по коммунальным нуждам. При прорыве каких-то аварийных ситуаций, труб, мы можем свободно подойти со сварочными, с электросварочными работами к любой трубе. И нам ничего не будет мешать. У многих людей вот этот вот хлам, мусор, можно сказать, лежит много лет, и они даже не заходили в эти кладовки. Есть люди, которые очень держатся, но их очень мало. С этими людьми сейчас и начали активную работу. Точных данных о количестве подобных подвалов нет, поэтому проводят еженедельные рейды. Касаются они и чердаков, цокольных этажей и любых технических помещений. Убирать оттуда личные вещи и разбирать деревянные постройки пока просят по-хорошему. В первую очередь ответственность за надлежащее содержание несут у нас обслуживающие организации. В адрес управляющих компаний ТСЖ направляется предостережение, уведомление для того, чтобы данные организации провели профилактические мероприятия собственникам многоквартирных домов. Чтобы собственники многоквартирных домов освободили подвальные помещения, цокольные этажи от вещей. Кто закону не подчинится, будет раскошеливаться. Штраф для жителей от 3 до 5 тысяч для обслуживающих организаций в 40 раз больше. Наказывать рублем могут начать уже этим летом. К осени планируют очистить все подвалы. Сердей Смоленинов, Виктор Немаев, Валерий Чайдопов, телекомпания «Оригус».